Медицинский центр МТЗ Мы в очередной раз вам это покажем, а заодно и пообщаемся с нашими ребятками, ведь все мы по ним так соскучились за этот длинный отпуск. Готовы? Тогда погнали! Мы на остановке, нас уже здесь ждут. Открываем машину. Доброе утро! Иван Васильевич уже на месте. Сразу видно позитивное лицо. Кто-то у нас очень рад видеть, ну конечно 7 утра, как по-другому это бывает. Иван Васильевич, пока в Африке тусил в этом отпуске. Профессию не успел поменять? Красавчик. Слушай, ну Занзибар это вообще очень круто, экзотично. Ты вообще где находится? В Африке. Хорош, отличный ответ. Непредсказуемо самое главное. Конкретней. На юге. Слушай, ну ты наверное много где успел побывать, да? Да, на самом деле нет. Ну все равно, как бы я думаю. На отдыхе мало где. Вот так раз в году, поэтому мало где побывал. Но есть с чем сравнивать, правильно? Ну да, по сравнению с тур соседей там можно сравнивать. Вот. Давай поиграем в тревел-блогера. Три причины, по которым ты советовал бы нашим подписчикам сгонять в Занзибар в отпуск. Ну или хотя бы так просто, на выходные. Ну первое, потому что там не море, там океан. Самый красивый океан, наверное, на котором я был. Единственный океан, на котором ты был? Ну да. Не, но я еще был в Португалии, я не помню, как в этом океан. А, в Португалии, да. Атлантика, круто. Атлантический, наверное. Потом второе, смотреть в жизнь, как живут люди. Там совсем другой мир, они совсем по-другому живут. Ну и конечно, фрукты, наверное, самые вкусные, которые я там ел. В Таиланде тоже было вкусно, но, мне кажется, Занзибарь все-таки фрукты вкусные. Ну а по футболу, то успел нас учиться. Ну есть такое. Сначала, когда на отдыхе был не очень, конечно, скучал. Там время пролетало, а сейчас вот тут, в Финске, уже хочется и побегать уже, вспомнить. Доброе утро. Доброе утро. Привет. Ну, печёсочка новая. Ну, новый сезон. Листик, как я, кабинет, и последний здесь будет, 10-12. Я буду здесь, то есть, когда уже всё прошло. Здесь кардиограмма и бланки анализа. Доброе утро. Здорово. Вот кого мы ждали больше всего. Доброе утро. У меня дети, надо в садик всех развести. Всё потом, футбол потом. И первый закончился, смотришь. Вообще, в смысле, закончишь? Нет, уже один с Борисом и закончил, мне хватит. И не надо столько новостей, вы на русском футболе. Чёрт, 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 чёрт. Привет. Давно, давно не виделись, да. Всё, как жизнь, как настроение. Всё нормально, готовы к сбору, молодцы, ребята. Сборная Беларуси по тяжёлой атлетике. Встаньте, 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 встаньте. А? Что я сейчас делаю? Что ты сейчас делаешь? Да. Улыбаюсь, наверное. Что ты ещё можешь делать? Ты всегда улыбаешься. Здравствуйте, Игорь. Как дела? Здравствуйте. На камеру. А то вы убери, что у нас плохие отношения. Зачем нам это надо? Владимир Плащин, слушай, ты должен был быть завтра. Сегодня вопрос, я на тебя даже никто не знаю. Молодые экзамены сдают? Да, да. Опачки. Какой бэкстейдж выложишь, я тебе по ушам дам. Вот так. Не успел. Не, ладно, все написали, что ржачный. Если ты говорил, то ладно. Саня, слушай, вот скажи. Сезон, ты видишь, что все делали? Ты видишь, что все белые? Это чумазый приехал. Главное, что маска у него правильная. Вот единственное с футболистами и прочим. Что вы в масках ходите? Саня, расскажи, у нас конкурс был в экстейде, да? Все думали, почему-то все думали, что выпуск с вами получился самый короткий по съемке. Что они? В реальности так думали. Я вот тоже не понимаю, как такое возможно. На низ тянул. По-моему, сразу все понятно было. Когда мы спросили, на сколько мы ездим, ты на сколько сказал? На 15 минут? Ну, на 30-40 максимум. Получилось сколько? Час. Полтора. Потому что мы снимали ток-шоу импровизация. Потому что ты не мог придумать что? Нужно было подстроиться подвоз. Не знаю, мне как Саня не могло говорить пару слов. Ты себя вспомни, как ты это записывал? Тоже мастер. Ну, один раз глаза закрылые все. Все на флешке? Один раз? Ну, так все здорово. Мы просто тебя пожалели. Встретим. Фамилия? Шикарка. Как? Шикарка. Шикарка. Да. Люха, сразу три, да? Чтобы точно тут пасть. Не сомневаюсь. Хотя бы в одну из них. А вот, выходят. Слушай, у меня все на камеру записано. Глаз назад мы снимали Ваню в этом же кабинете. Сделайте вывод по-хорошоу. Ага. Пошел? Не-не-не. Ну, ремень стал получше, по крайней мере. Как минимум. Все, я иду к вам, да? Как по здоровью? Что говорят врачи? Я еще не прошел пока. Ну, хоть что-то что прошел? Прошел кровь. И что сказали? Что с такой кровью может хоть в космосе тебя? Было больно. Больно было? Да. Слушай, ты 155 поднимаешь, вот такой боль. Такой стыд, нам вообще должно быть говорить в камеру. Почти, я забыл сейчас. Я тебя сильно справился. Мне сказали здоров, не надо проверять. Не-не-не-не-не. Как отпуск? Что за плечо скручивается? Не выспался? Не-не-не. Как отпуск? Рассказывай. Рассказывай. Где был? Везде. Везде. При домом побыл и отдохнул. Как Египет? Очень хорошо. Ты себя делал примерно подостояние от себя, прямо хорошо. Как отпуск? Отпуск отлично, замечательно. Жалко быстро, но успели соскучиться по работе. Вот, это самая главная фраза, которая должна прозвучать у любого футболиста перед пресезонкой. Где был Египет? Летал, да, с девушкой в Египет. И не только с ней, насколько она, компания была у тебя большая? Компания, конечно, суперская. Максимка? Максим, Максим Плотников. Владислав. Да, очень много ребят. И много футболистов. Да. Кто себя лучше всех вел? Самый примерный футболист, вот кто был? Я. Достойно, достойно. А наш молодоженый, новоспеченный? Нет, в плохих ситуациях замечен не был. Ну, правильно, куда ему, тем более, почти с кольцом на пальце был тогда. Да. Сегодня уже все, у него официально новое положение. Ты был в отпуске с Владиславом Клебовичем? Да, да, вместе с Андреем. Что он у тебя спрашивал по поводу Славида? Наверняка, какие-то ему давал советы, потому что ты совсем недавно сам как бы прошел через это все. Он взрослый парень. Взрослый парень. Нет, ну, ну, наверное, надо что-то спрашивать. Максим, а было ли страшно в последнем, или еще что-то? Без этого, да? Без лишних вопросов было. Сегодня у нас самый скучный интервью с Максимом Плотниковым за все время, которое у нас было. С ванной. С ванной? Уже 10 часов, уже пора просыпаться. Под засну. Ладно, отпускаю Максима, не будем его мучить. Класс, я тебя поздравляю. Спасибо. Красавчик. Красавчик, провести свадьбу в воскресенье, когда в понедельник не досмотрят. Ну, это просто вообще по-ху. У меня просто с доктором хорошее отношение, и я такой раз-раз-раз-раз говорю с доктором. Надо на вторник, надо на вторник. Досмотр в понедельник не смогу. Но у Макса Плотникова отношение не очень хорошее, он пошел вчера. У Макса Плотникова, видишь, как не повезло ему. В 7.30 уже был здесь, как огурчик просто. В 7.30. Да, максимально все. Я в 7.30 вчера не смогу быть здесь. Охотно тебе верили. Как прошло? Прошло замечательно. Я думаю, ты инстаграм видел. Главное, что мы тебе пожелаем. Мы уже писали об этом в инстаграме. Везде писали, да? Чтобы это вот событие, которое случилось, оно стало приятным толчком в твоей карьере. Да. Все-таки ты провел хороший сезон, сейчас путь 6. Поэтому, Валеречка, напишите, как вы думаете, сколько, в комментариях, естественно, сколько Влад очков наберет в этом сезоне. Результативных, самое главное. Обязательно. Вот, и чтобы превзошел до достижения, только вверх. Только вверх. Ну и привет всем, кто смотрит нас. Ребята, всем привет. Болейте за нас в этом сезоне. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать вас. Этот парень не соврет. Как встречать домовогоднюю ночь, куранты, как это все проходит на Мальдив? Ну, там разница во времени, во-первых. Поэтому... Сколько? Два часа там было. Ну, то есть, два часа позже, получается. Вот. Там было просто, там, такой, скажем, красивый сделали. Типа, декорацию проводили старый год и встретили новый. Там все собрались в таком ресторане, типа, на два дозиках. Мальдивы. Ты еще успел побывать на Мальдивах, судя по инстаграму. Когда, что это, как это случилось? Граниты закрыты три дня до отпуска, а ты на Мальдивах вообще. Ой, ну... Частный самолет, что ли? В Плису. Вот это уровень. Я думал, что ты мне это развил. Все бы тебя, конечно, рассекли. Отпуска. Отпуск, где бы не хватило дома. Вот, единственное, что я признался честно. Нет, я не хотел времени все сделать, типа, поэтому... На что тебе не хватило времени? Так, давай, перечисляйте. Так, у меня эти стройки. Раз. Стройка. Не, да, так сказать. Ну, это приятный ход. Ну, поэтому туда-сюда ездили. Потом Минск, ребенок в саде ходит. Мы, поэтому туда-сюда катались. Поэтому чуть-чуть не хватило больше семьей побыть, наверное, временем. И снега нам в Гомеле не хватило. Снега в Гомеле, ну, с этим проблема, реально. И он не выпал. У вас тут только снега много. А в Гомеле... 100 километров от Митска отъезжаешь, уже все. Нет, нет, в Гомеле. 50 километров до Гомеля он закончился. Поэтому чуть-чуть не хватило снега покататься. Ну, вот это, извините, географические вот эти вот моменты, поэтому... Ну, что, сегодня сын обещал, вечером выдвигаемся. Куда? Пойдите. А у меня горочки прямо во дворе, поэтому летние, да. Все красиво, да? Да. Главное, аккуратно, потому что уже все. Вот, вот, закончился. Да еще столько медоследований. У меня еще столько медоследований, ничего страшного. Ну, Миша классно собрался, маечку прикупил. Ну, конечно. Я посетил на Мальдиве, я тоже посетил на Мальдиве. Так, Семья Три Игорева, новогодний ролик понравился? Да, нормально. Слушай, ну, вообще у нас прирожденный актер. С Чириком разыграли лучшую партию, мне кажется, из наших пяти серий. Мы с вами быстро же сняли серию? Нет. Мы с вами быстро сняли серию. Так, там же еще и там же. Быстрее только девочки, но вы на втором месте. Как тебе итоговое видео, которое мы сняли? Классно очень, оригинально. А теперь правду скажу. Не, реально классно. В принципе, мне кажется, это такой праздник семейный, который люди, наверное, которые болезни знали и обрадовались, по-моему, видимо. Но лапчатый свой не забрал, оставил? Не забрал, не забрал, да. Оставил, но я заберу перед первой официальной игрой. Перед предсезонкой она уже у нас начинается сегодня, в стайке. Ну, на предсезонку такие я не буду использовать. Только на официальной игре. Главный вопрос. Говорят, под Сурьбовском нефть нашли. Как с этим бороться будем в этом сезоне? Я думаю, золото. Нефть не такая дорогая. Золото нашли. Это 100%. Причем мы помогли. Да, да, да. И без нашего участия. Ну как, ну мы же усиляемся, конечно, тоже. Поэтому у нас именитые ребятки приходят, опытные. Нет, впрочем. Тоже с золотом. Да. Поэтому, я думаю, они нам всем помогут. И мы докажем, что все мы правильно делаем. Первая лига. Как это было? Опыт колоссальный? Это было, одним словом, жестко. Жестко. Это, слушай, правильно. Другого не назвать. Что самое запоминающееся было у тебя в той практике, которую ты получил в Гомель Желудур Транс? Я выговорил это слово. Я не знаю, наверное, жесткость этой лиги, которые прям жестко играют, это, наверное, отличается высшая лига от первой. То, что там рубятся, а в высшей лиге более профессиональные идут. Как ты вообще отпуск до такого дошел? Не дня без железа, без гантелей. Что это вообще за отпуск? Ты отдыхал хоть немножко? Это уже философское. Философское. Да, надо поразмышлять. Это двумя словами меня пишешь. Ну, поразмышлять, как рассказать так, как я до этого дошел. Короче, мы об этом поговорим в Турции, да? Да. Правильно. Сделаем отдельный выпуск. У нас будет блог фитнес-тренера от Игоря Сергеевича. Пожалуйста. Откуда столько здоровья? Вроде как бы уже не молодой, а у тебя брызь вот это все вперед. Как говорится, не здоровье для спорта, а спорт для здоровья. Надо записать. Это вот пацанский цитатник Игоря Шитова. Морозы обещают. Очень скоро. Уже прям буквально через пару дней. Морозов не боишься? Ну, как есть, так и есть, что что-то сделать. В принципе, не поменяем погоду, блин, но... Терпеть и работать. Конечно, приятнее было бы, если бы было теплее. В принципе, зима такая вообще лайтовая была. А сейчас вот начинается, когда мы начинаем беремушки, начинается мороз. Настоящие крещенские морозы. Скоро прорубь, поэтому будем работать. Прорубь без меня, правда. Тоже без тебя, да. Ну, мы исполним этот пробел, короче, восполним и сделаем все красиво. Ну, есть кто, да, будет заниматься. Да, да. Морозы. Где морозы? Морозы скоро будут, идут уже. Буквально вот завтра, послезавтра должны перейти. Два дня. Два дня, три дня. Два дня, три дня. Да, три дня. Не боишься? Тренировки, что-то вот все. А, точно, мы же на улице будем. Хотя я утеплился, я уже на этом прожженный. На опыте уже, не сумасшедший. Да, у меня есть теплые вещи. Как оденусь, побегу. Хорош, красавчик. Короче, начинаем сезон. Я рекомендую, я вижу, как ты бегаешь. В чем ты бегаешь, я думаю. Питаюсь. Ты замерзаешь. Я... Одевайся тебе. Да, да, спасибо. Спасибо. Послушайте, короче, подписывайтесь все на инстаграм Игоря Шикова. Лучшие советы по фитнесу, питанию, вот это вот, отдыху. Короче, вот это вот все. Я думаю, при сезонке у тебя тоже будет весело в инстаграме. Да. Обязательно. Все, следите. Вопрос для болельщиков. К сожалению, Саша Селява здесь нету. Что ты можешь сказать за него? Да, поможем ты. Человек, скажем так, тихий, спокойный, уверен. Но зато собака такая, что... Хороший. ...перегрызет, ну, понятно, перегрызет все. Поэтому я уверен, что нам поможет. И опять же, тоже с золотом. Поэтому я думаю, что это добавит нам. Они это почувствовали. Ну, надеюсь, помогут и мне, и всей команде, и болельщикам клуба. Ну, и врываемся в предсезонку. Все успеете работать, правильно? Ну, это дело нормальное, поэтому к этому надо... Погнали, погнали. Все уже посмотрели. Лешка, ему сразу такая кардиограмма. Кардиограмма в 35-м. А можно Маречке как-нибудь? Завести на кардиограмму? Потому что я у тебя сделала, койка свободна. Мишанечка, все прошло. Ну, все, давай. Кажи мне список кабинета. Я потерял. Ты куда могу? Все, меня нас увидел, сразу ушел. Машину забирают? Так, самый позитивный человек нашей команды. Все прошел, наконец, слава богу, два, два часа. Стой, 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 ты куда спешишь? Еще нам просто нет. Спешишь, так домой кушать надо. Мы же натощак сюда приехали. Правильно, ты еще только ночью приехал. Ну да, правильно. Вот прям вот с Украины. Да, на конец Беларуси предлагали поесть. Я бы сказал, нет, у меня завтра натощак медобследование. Вот такие добрые белорусы. Добрый парень, короче, не будем ждать Андрюху, отпускаем его отпускать в бюджет. Все, всего доброго. Увидимся на тренировке. Все ждем морозов. Вам пережить их, дай бог. Хорош. Завершаем наше видео о медосмотре. Наш новогодний подарок. Ты, Витош, когда-нибудь вылазил из коробки? Раньше? Нет, первый раз. До этого нового года? Первый раз. За поболеющие оценили. Слушай, много комментариев было на самом деле о том, что люди рады к своему возвращению. Очень символично на самом деле получается. Как считаешь? Ну, конечно, я сам очень рад, что был в Мурмурсе, можно сказать, родной клуб. Так что осталось добиться на футбольном поле чего-то. Было вообще супер. Игорь Шитов, мне кажется, больше всего был рад тебе видеть. Ну да. Расскажи, когда вы с ним познакомились. У вас такая давнишняя связь была. Ну, это было, я не знаю, наверное, мне лет 14-15 было. Я попал в ЗАО «Динамо». Почти 20 лет. Да, мы жили на общежитии БНТУ. Легендарное. Да, на четвертом этаже. И там Шитик играл уже за «Динамо» БНТУ. Не помню, что команду. Потом мы вместе перешли в «РУОР». И вот до сих пор дружим, общаемся. Нет, думаю, я даже не думаю, а уверен, что в этом году мы будем нормально рисовать на поле. И вы для этого сделаете все. А мы сделаем. Понятно, что мы будем стараться. Да, надо будет краски подобрать и все, будем рисовать. Отлично. Отличное слово. Ну что, друзья, наша предсезонка официально стартовала. И после медицинского обследования команда отправилась в «Стайки», где и провела первую тренировку в новом году. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк. И в комментариях напишите то, чего бы вы хотели видеть в этом году на нашем YouTube-канале. Потому что наша работа радовать вас качественным контентом и рассказывать про жизнь нашей команды. Оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наши социальные сети, смотрите Динамо ТВ, поддерживайте наш клуб в любой ситуации. И пусть в этом году все у нас получится именно так, как мы задумали. Ну а уже совсем скоро вас ждут новые трансферные новости. Я уверен, это будет интересно. Межсезонье Динамо 2021. Поехали! Динамо 2021.